Organic Maps — это фактически Maps.me, но только лучше. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня речь пойдет о картах. Вернее о навигационных приложениях, поскольку карта — это чтобы смотреть, а навигационное приложение — чтобы путешествовать. Ну и сразу в качестве превентивного ответа непродвинутым комментаторам с позиции «Зачем ведь есть Google и Яндекс?» или продвинутым с позиции «Зачем ведь есть Maps.me и 2GIS?» скажу. Затем, что это опен-сорс с упором на прайвасе, то есть приватности. Появлению Organic Maps предшествовала долгая история с покупкой Maps.me корпорацией Mail.ru, деградацией сервиса и последующей перепродажей, но на каком-то этапе Mail.ru придал Maps.me статус опен-сорса и энтузиасты по-быстрому запилили форк. И вот он, собственно, перед вами. Без бесплатный, без рекламы, без слежки, работает без интернета. Ну то есть интернет нужен в начале, чтобы скачать карты. Ну и вот. Местоположение он определил достаточно точно. Быстро пробежимся по тому, что тут есть, потом остановимся поподробнее на отдельных моментах. Есть у нас тут маршрут. Поиск. Избранное. Ну то есть ваши метки и дополнительное меню. Есть слой с метрополитеном. Удобно. И есть возможность загрузить карты отсюда. Но вообще он смотрит, где вы находитесь и если оказываетесь в зоне незагруженных карт, даже не спрашивает, а загружает их автоматически. Давайте еще посмотрим, как тут работает поделиться местоположением. Кстати, удобная вещь. Я думаю, востребованная. Но и в Яндекс, и в Гугл она как-то запрятана, насколько помню. Здесь, что называется, в шаговой доступности. Выбираете, где поделиться. Отправляете. А опять же, никаких координат. Ссылка. При переходе по ссылке, например, с десктопа открывает карты в браузере. Только карты, ничего лишнего. Местоположение точное. Мне кажется, даже с точностью до подъезда. Ну в смысле с точностью до метра. Вернемся к приложению. Если вас интересует незагруженную область, ну вы свайпите туда экран, он сразу предлагает загрузить. А новую Москву он, видите, загрузил вместе с Москвой. Прикольно. Не могу, кстати, привыкнуть, что это Москва. Да и никто, я думаю, не может привыкнуть. Ну сама карта достаточно подробная. При том, что работает она оффлайн, объектов достаточно много. Ну и по объектам есть минимальная информация. Я думаю, не по всем. И опять же ничего лишнего. Телефон и время работы. О, детская площадка тоже отмечена. Посмотрим теперь на маршруты. Завтра собираюсь заехать в магазин за пылесосом. Пороложим маршрут до магазина. Машина. Да, именно так. Пешком. Ну я бы пошел по-другому. Ну и вот эта линия внизу — это перепад высот. 15 метров. На даче я посмотрел, вроде как один в один. Все подъемы и спуски — забавное дополнение. Но на велосипеде понятно. Действительно, на велосипеде проще по прямой, чем по дворам. Он, кстати, отмечает и велосипедные дорожки. И на общественном транспорте добраться нельзя. Точнее можно, но он не строит маршруты с участием наземного транспорта. Только метро. И это недостаток номер 1. Недостатки номер 2 и 3 связаны с использованием Organic Maps в качестве навигатора при движении на автомобиль. Но об этом позже. Что касается поиска. Он тут есть, быстрый и тоже не требует подключения к сети. Нашел даже шаурму на районе, а это в Москве стало непростым занятием найти шаурму на районе. Слава великому градостроителю. Найти шаурму, кстати, в Москве стало так же сложно, как и найти улицу, но которую не меняют плитку или бордюры. Можно дойти пешком, благо все время с горочки, либо доехать на машине. Ну и объекты можно добавлять в избранное, то есть вставить свои метки. Причем метки можно экспортировать и импортировать и раскладывать по папкам. Тоже весьма удобно. Насколько я знаю Яндекс и Гугл такой функции нет, а метки просто привязаны к аккаунту. Ну и напоследок ложка дегтя. Попробовал Organic Maps в качестве навигатора. Пока еду по МКАД расскажу. Тут нет информации о пробках, а для водителя это, к сожалению, информация крайне важная. Это номер 1. Номер 2. Когда я пропустил поворот, он не смог перестроить маршрут. Ну просто продолжал ехать по дороге, не предлагая никаких альтернатив. Наверное, надо было заново вбить точку, он бы построил новый маршрут, но за рулем это, согласитесь, не всегда удобно и весьма небезопасно. Но плюсом является то, что информация о камерах все-таки есть. Не проверял на длинной дистанции, но проехав километров 40, он показывал все камеры, что показывал Яндекс. И, конечно, приятно, что при превышении скорости он засвечивает скорость красным при приближении к камере. Это было раньше в Яндекс, они эту функцию убрали и очень зря. Краем глаза я всегда видел предупреждение, что впереди минус 500 рублей. А теперь приходится все время смотреть в навигатор, нет ли камер. Из комментариев в Google Play. Лучшие карты на сегодня. Те же Maps.me, Google Maps и прочие Яндекс стали просто невыносимы. Не уподобляйтесь им, оставайтесь лучшими. Присоединяюсь к комментариев. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.